...государство управляет церковью, а церковь становится послушным орудием в руках сильных мира сего, цезарь-попизм. И через цезарь-попизм, через зависимость церкви, уже очень конкретную, яркую зависимость от государства, стало возможным, что вот такие откровенные ереси в христианство были привнесены. Потому что на смешание христианства с языком был откровенный политический заказ. И, в общем-то, вопрос был лишь времени, когда это произойдет. На первых двух соборах я говорил, что вероучительно не было допущено таких серьезных нарушений, хотя, как сказать, уже были определенные такие нарушения. Вспомним слова Иисуса, который говорил Кесарю Кесарева о Богу Божьем. Первые ученики Иисуса, вообще первые христиане, очень хорошо понимали вопрос. И они разграничивали Кесарю Кесарева о Богу Божьем. Не смешивали это все. Но, к сожалению, вот так получилось, когда церковь попала под государственную власть в 4-м столетии, то уже императоры заявляли примерно следующее, не примерно, буквально следующее заявляли. То, что мне угодно, и это и есть канон церкви. Это император Иомиан, Феодосий Великий в 4-м столетии, а уже в 5-м столетии Феодосий 2-й, в 6-м веке императоры Юстиниан один к одному говорили. То, что мне угодно, это и есть канон церкви. Они говорили не просто в кругу семьи или где-то на пирушке, знаете ли. Они говорили это в собрании епископов, богословов, объясняя им, что вы порешаете мне ее просто хорошо, решайте, размышляйте, спорьте. Но то, что мне угодно, это будет канон церкви. Не то, что даже вы там большинство проголосуете за или против. Так было на 3-м соборе, братья, так было на 3-м соборе, когда в Эфесе летом 431 года собрались епископы, богословы, но во главе вот этого 1-го собора, 3-го, их было 2 даже. Один 22-го и другой 26-го июня. И все-таки расскажу немного. И вот 22-го июня собор как раз во главе с африканцами, африканским патриархом Кириллом, Кириллом Александрийским, это было еще тут пройдолго, он шел по головам к власти, и он, не дождавшись других отцов, просто-напросто своими силами в собрании африканцев и местных эфесян, потому что там был местный митрополит Эфесский Мемно. Так вот, во главе был патриарх Кирилл, а Мемно был один из спикеров этой конференции. Было принято решение, что так и так можно молиться не только Богу, можно молиться и другим посредникам Бога, помимо Иисуса Христа. Что мы все? Иисус, Иисус, ходатай, посредник Нового Завета. Есть еще и другие посредники. На чем основывались вот эти вот африканцы? На сновидениях, на видениях, на привидениях, на спиритических сеансах, потому что умершие покойники, с какими они общались, убеждали их, что, мол, на небесах большая иерархия. На самом деле, не все так просто. На самом деле, Иисус, это хорошо, но там настолько много всего, что до Иисуса дело не дойдет даже никуда вообще. Вот, и как бы из этих откровений, спиритических опытов, монахи наперебой рассказывали свои сновидения, видения, привидения. И все это было, как бы, доводом мощным. Им так казалось. Но самое ужасное было в речи местного, как раз, митрополита Мемнона. Кто-то позорился вообще на все столетия вперед. Я не знаю, пока его силен в этой гадости, но он сказал такую вещь. Офановите буквально. Он сказал, что, мол, не зря, мол, с его слов, не зря, мол, даже именно город Эфес был выбран, как именно место проведения Третьего Собора. Именно Эфес был издревле известен своим культам Богородицы, пресно-девы, вечно-девственницы, родившей, оставшейся девственницей Артемиды Эфесской. Именно храм Артемиды Эфесской был когда-то одним из семи чудес света. И эфесяне многие были поражены именно в гордости своей, потому что величие этой богини пришло в упадок, и храм в запустении, в раздорении. И, в общем-то, некогда Эфес привлекал тысячи-тысячи паломников ежегодно, знаете ли, с разных регионов, не только империи, но и из-за границы. Из Китая, из Индии люди приходили туда. С Центральной Африки приезжали, со Скандинавии, значит, приезжали, чтобы поклониться Артемиде Эфесской. Ну а здесь все, раздорение, убытки. Так вот, и Мемоновный Эфесский мечтал восстановить древний храм, чудо света, посвятив его истинной Богородице, которой есть Мария, Матерь Иисуса Христа. И он заявил, что наши предки, мол, они молились вот этой Артемиде Эфесской, и они как бы не пророчествовали, а предузнавали, предугадывали настоящую Богородицу, которая есть в Риме уже. Вы знаете? Вот это была речь Мемоновной Эфесской, митрополита. Хорошо. И когда приехали другие патриархи, богословы, епископы, в частности, патриархи, ну все остальные патриархи, иерусалимские, антиохийские, с Константинополя, с представителя Рима, то им уже сказали так. В 22-м линии они провели собор свой, а 26-го уже, 25-го и 26-го приезжают, как раз все остальные делегаты. И они говорят им, братья, мы уже посовещались без вас, проголосовали, приняли, вы только ознакомились и подпишитесь, и расстанемся с друзьями. Хо! Во-первых, патриархи все остальные были в шоке. Это было откровенное такое, ну как бы, издевательство, и вообще, значит, это было, ну, это было против всех правил и собора христианского, вселенского, и вообще норм всяких. И поэтому протестовали отцы, а во-вторых, когда даже бегло ознакомились они с одержанием вот этих вот решений, просто были в ужасе. И 26-го июня Кирилл отказался пересматривать, что приняли, но приняли и большинство участников африканцев, так и осталось при своих убеждениях. Но приехавшие организовали 26-го июня новый собор, где рассмотрели решение 22-го июня, и фактически против каждого из этих вот высказываний они говорили, анафема, анафема. Про гостинку Анастасии, один из спикеров этой конференции 26-го июня, он говорил такие слова. Он цитировал апостола Павла. Если даже мы, как и ангел с неба, будет другое благовестие давать, будет анафема. Дело в том, что участники собора 22-го июня, они очень часто спекулировали тем, что, мол, им ангелы открывали истину. Мол, им ангелы являлись в пустыне и говорили вот эти откровения. Якобы Гавриил, архангел являлся, говорил о Марии, что я был тот самый, что говорил Марии там в Назарете, я был тот самый, что говорил Марии при Благовещении, и я вот говорю новые откровения о Марии, как бы и прочее. И поэтому Прокосиленко Анастасий провозгласил, что анафема этому учению, потому что даже если ангел бы, тот же самый Гавриил бы, говорил бы такие учения антиевангельские против того, во что верили все христиане вот тогда, до того момента. Это откровенный ересь. Ну вот. А что было дальше? А дальше, вкратце скажу, потому что у нас очень мало времени, хотя это как бы тема отдельного семинара этот собор, честно говоря. Так вот, два этих решения двух разных соборов, получается, 22 июня и 26 июня, легли на стол к императору. И государь-император взял на себя роль судьи. Разобраться, чье же мнение будет кодовическим, православным, всеобщим, универсальным. И заказенный счет, но все же было заранее уже предрешено, потому что Кирилл действовал нагло, нахрапом, не потому что он был такой просто наглец, он был умный человек. Он был наглый, но он был умный человек. Он просто заручился заранее поддержкой императора, поэтому он так и действовал нагло, без церемонра. И сам собрал собор, провел, не дожидаясь других отцов. Потому что он понимал, что в честном разговоре с отцами с Библией в руках, он даже 5 минут не простоит. Он сразу напаутирует его, и все, и духовно. И хотя не факт, что только лишь духовно. Вот как Николай Угодник такой, какой-нибудь там выйдет и фук с правдом, а потом ногами и кадилом. Икон очередная травма, да, и кадила мозговая там. В зависимости от стиля. Ну, в общем-то, скажу, братья, что император, он, значит, организовал, по сути, в столице всю ночное факельное шествие монахов и африканцев, которые провозглашали часами, провозглашали одно и то же всю ночь. Пресвятая Богородица, спасай нас. Богородица, молись о нас. Богородица, спасай нас. Всю ночь. И не уставали, слушайте, а. Ну, в свое время тем же самым весом служили, значит, эти ефесяне, помните, да, которые кричали, велика Артемиды Ефесская, там не могли никак успокоиться, мол, там Павел хочет раздадить это место и прочее. Мол, эти смутианы пришли сюда, мол. И в деяниях описывается все это. И слава Богу, что, конечно, в деяниях-то все было по-другому, но здесь было поражение, конечно. Потому что император заявил, что решения 22 июня являются каноничными, а 26 июня он не принимает. Толпа ликовала этих монахов и, в общем-то, кое-кто плакал, конечно, потому что понимали, что те, кто откажется верить, так, как сказал император, будут репрессированы. Так и получилось. Сотни священнослужителей разного уровня, патриархи, митрополиты и епископы были репрессированы. Редко были казнены, чаще всего были заточены в тюрьму или же в рудники. В оазисе Нибис в Верхнем Египте, где была опасная тюрьма для особо опасных преступников политических, религиозных. Откуда бежать было невозможно, кругом пустыня. Только лишь с Караманом можно было уйти оттуда, с этого оазиса. И вот там погибали и патриархи, и того же самого патриарха Иоанна репрессировали, патриарха в истории, то есть всех остальных патриархов, кроме Папы Римского, который вышел в позицию такую, чья перевесят, того и поддержим, к сожалению. Такая политическая позиция больше. И вот так и получилось. Антиохийская школа богословия и Иерусалимская школа богословия были полностью, фактически, репрессированы. То есть это сотни и сотни богословов, ученых, христианских, лишь за отказ признать решение 22 июня, за отказ молиться Богородице, святым, там прочее. Патриарху многим епископам, патриарху Вселенскому в частности, было предложено, он был в качестве простого раба, на каменоломниках и другие братья, и было каждый год предлагаем от императора подписать решение 22 июня и в случае подписания гарантировалось восстановление должности его дворец, допустим, патриарху Вселенскому мало чем отличался от дворца императора, человек уже не молодой, уже престарелый, жили как у Христа запасы, как сыр масляный, как говорится. Но, слава Богу, эти отцы предпочли страдать тогда за Христа, чем иметь временное греховное наслаждение. И о судьбе мы их не знаем, только знаем одно, что никто оттуда не вернулся, фактически, то есть никто из них не подписал. Это соглашательство. Лишь некоторые, к сожалению, сдались, лишь некоторые из иерусалимских священнослужителей, из антиохийских и в Константинополе согласились, пресвитеры, некоторые епископы согласились подписать решение 22 июня. Я не знаю, чем они руководствовались, может страхом просто, может не думали, что как-то переживем это все, утрясется, но не утрясалось, было еще хуже, наоборот, стало еще хуже, потому что ровно через 20 лет, уже в 451 году в Халкидоне, было уже нормально, считалось нормальным молиться не только Марии и апостолам, но уже и разным другим святым. То есть, если 22 июня там шла речь о Марии и апостолах, то уже через 20 лет уже нормально было уже молиться разным святым. И это как снежный ком, понарастающий стал расти. Знаете, это безумие по сей не продолжается. Это снежный ком, эта лавина, она убивающая духовно миллионы и миллионы душ христиан, она не останавливается до сих пор. Кто это безумие остановит, друзья? Сегодня, я считаю, время как никогда подходящее, чтобы остановить это безумие. Сегодня время реформации. За пять столетий предыдущих, пять столетий реформации поэтапной, восстановление первоначального христианства на сегодняшнем этапе считают, что самое подходящее время, век информатики, век технологий, когда сегодня Слово Божье, как никогда раньше проповедуется, распространяется. Сегодня правда историческая открывается очень многим христианам. Сегодня пришло время просто-напросто покаяться. Некоторые удивляются и говорят, о, а вы православный? Я говорю, да, православный. Раньше был кривославный, теперь православный. Я говорю, те, кто молится Богородице, другим умершим святым, значит, или ангелам, как посредникам, клавяются пред ними там, расшаркиваются, целуют их образа, они не православные. Они не имеют права называться так православные, они кривославные. Потому что православие правильно славит Бога. Ортодоксия, в правильной традиции славит Бога, это неправильная традиция, это неправильный обряд, неправильное служение Богу. Бог есть Дух, Иисус убеждал соборянку, да? И поклоняющиеся Ему поклоняются должны в Духе и в Истине. Таких Отец ищет себе поклонников. Мне очень нравится, как в украинском переводе там написано «правда», «жаждет» Отец увидеть таких поклонников на Земле. Слава Иисусу! Да, друзья, на Халкидонском помимо того же Соборе в 451 году, через 20 лет после Третьего Собора, на Четвертом Соборе в Халкидонском, Вселенском, к сожалению, дело пошло еще дальше. То есть, как бы, в крутое пике началось падение христианской церкви. Если перед тем еще как-то планировало христианство вниз, уже моторы сломались, уже катилось вниз, но еще как-то планировало все это, то после Халкидонского Собора резко что-то вниз пошло все. Это было страшным событием, потому что на Халкидонском Соборе в 451 году легализовали откровенный оккультизм, молитву за упокой, легализовали использование мощей, останков трупов человеческих. И все это назвалось христианством. Представляете? То есть монахи, заняв все епископские кафедры, фактически все, тогда на Востоке, за место репрессированных епископов, богословов, грамотных людей, библейских грамотных, монахи чаще всего невежественны были. И они свои вот эти откровенные оккультные эксперименты, они легализовали в христианстве. И так и получилось. После Халкидонского Собора использование мощей стало фактически повсеместным, на Востоке, по крайней мере, а потом уже и на Западе так же. Запад постепенно принимал то же самое фактически. Так, хорошо, у нас мало времени, впереди еще много столетий. Давайте сделаем такую экскурсию небольшую. Какие ереси еще? Если пишете, то какие ереси еще запишем? Пришли, запомним, какие ереси пришли в жизнь Церкви как раз вот в этот период времени, начало пятого столетия и дальше. Икона почитания именно стала насаждаться активно в это же самое время. Икона почитания. Какие оправдания этой ереси есть? Слышали, да, наверное, об этих оправданиях? Кстати, вот сегодня, значит, вот в наши дни, не то чтобы когда-то там в средние века, а в наше время, когда, как говорится, космические корабли бороздят просторы Вселенной, да? И сегодня то же самое происходит. Сегодня мы видим, что вот в Россию привезли пояс Богородицы. Пояс. Пояс Богородицы. Ну, как бы поясок. Он чем-то припаясловался, допустим, да, вот пояс. Вот мой пояс. У меня черный пояс, допустим. У меня черный пояс. Тоже. Да, Джеки Чан отдыхает, да? Вот, черный пояс. Вот почему мы ему не поклоняться? Интересно. Ну, лет там через, там, нацать. Может быть, может быть, даже и как бы и сойдет для поклонения. Но, почему ее пояс так важен? Дело не то же в поясе. Вообще, сам принцип, что вот из, как бы, мощи, там, одежда, какие-то там культ реликвий, их так называют культы реликвий, очень популярны. В России, в СМИ, по данным СМИ российских, но особо верить не приходится в сегодняшнем российском СМИ, они очень часто приписывают и врут. Уже много раз об этом убеждался. Но, по заверениям российских СМИ, порядка двух миллионов христиан, православных, совершили вот этот акт поклонения этому поясу Богородицы. Из них примерно четверть, примерно полмиллиона москвичей и гостей столицы. Вот, конечно, это, ну, если это так, если там не приписки, а реально два миллиона людей, то это два миллиона, по сути, сломанных судеб. Два миллиона обманутых христиан или же людей, называющихся христианами. Два миллиона людей, которые прошли через контакт такого религиозного зомбирования, кодирования, очень опасного. Два миллиона пострадавших, которым нужна сегодня реальная помощь. Реальная психологическая помощь, духовная помощь, в первую очередь, конечно же. На самом деле, нахвататься без их очень легко, я это по себе знаю. Сам хватало их очень много, пачка на пол, просто. Но очень сложно освобождаться потом. Тоже знаю, потому что, когда проходил освобождение, то скажу, что это было не из простых вещей совсем. Я валялся на полу, я орал, как оглашенный, как резная свиня какая-то валялась просто. Я орал не своим голосом просто. Эти весы выходили пачками просто вообще. И скажу, что я знаю, о чем говорю. И я скажу, что вот эти христиане, к сожалению, и люди, называющие себя христианами, которые, знаете ли, вот думают, это просто красивый обряд, просто красивая традиция. Вот просто культура такая, знаете ли, у нас. Вот есть пояс, и мы ему поклонимся. Во-первых, происхождение пояса совсем непонятное. Вернее, понятно, оно подставное, ложное. Это как бы не первого столетия. Об этом уже много писали и пишут. Но хорошо. Я говорю, даже если это был бы настоящий пояс Марии, разве это повод поклоняться этому всему? Конечно же нет. Безумство. И, ну, опять-таки, я считаю, что это очередное такое зомбирование населения на пороге как раз выборов депутатов в Госдуму, значит, и президентских очередных выборов. Просто промывку мозгов. И, скажу так, религиозная лапша на уши уже пальчиками бросается. Знаете ли, там уже такая паста уже, спагетти, на население брошена. Вот. И, опять-таки, кто снимет это все? Я скажу так, что Слово Божье, оно снимает эту гадость с нас. И, хотя, по себе скажу, что мне лично было очень сложно освобождаться. Почему, наверное? Потому что это, как бы, вера большинства, вера церкви. Это, как бы, это придает уверенность какую-то определенную. Знаете ли, что это, как бы, это стабильно, это что-то такое с поклон веков идущее. Когда я одному исключению вопроса задавал, значит, так и так, вот, говорю, у меня там сомнения. Но я еще и сам не был священником, правда, тогда еще, в 88-м году, когда уже, ну, началось служение, полное служение в храме. Читал, пел на Клирусе, хором руководил тогда, как раз, в самую ранней весну, в 88-м году. И, знаете ли, я священник, вот тогда, вот, и так, в личных беседах тоже, задавал вопросы, говорю, отец Амбру, у меня вот сомнения есть, некоторые, вот, касательно, вот веры нашей, потому что, ну, у меня были, у меня были большие сомнения, потому что, я эту Библию читал, тогда, и, как бы, когда сравнивал это с тем, что я видел в церкви, это было, конечно, не в пользу церкви. И, этот священник говорил мне так, отец Амбру говорит так, Сережа, ну, представь, ты самый умный, разве ты сам умный, разве церковь, вот, за 2000 лет она вот могла вот это все, знаете, ошибиться. Он мне подсовывал всякие книжечки, давал на прочтенку, и один из епископов, Павел Рижский, архиепископ, он писал примерно так, что, вот, да, нам говорят часто, что, церковь сегодня не похожа на то, что мы видим в деяниях, и было в первом христианстве. Но, говорит, не расстраивайтесь, это та же самая церковь, но, говорит, мы уже выросли, мы просто переросли уже, мы уже повзрослели, кто было младенчество, а сегодня взрослое состояние уже. И, говорит, сегодня возвращаться, как бы, к апостольским временам, возвращаться в первую церковь, в первое христианство, на то, чтобы пытаться на взрослого человека примерить распашонки, грудничка, допустим, да, ползунки какие-то там, значит, совершенно маленького ребеночка, да, и мы уже переросли, мы уже взрослые. Вот, это да, упаси Господь от такого взросления. Знаете ли, когда, значит, повзрослели настолько, что ушли от простоты во Христе, повзрослели настолько, что и сам Господь, когда у нас в стороне, не удел вообще. Когда откровенно, акулько, учения пришли в жизнь в церкви, это не взрослые состояния, это заблуждение в церкви. Но я, к сожалению, тогда нахватался этого учения, принес очистую монету, всю эту ересь, и потом были тоже сомнения. В 95-м, 96-м годах я тоже говорил со священниками некоторыми, со старшими священниками. Один из вот тех священников, он больше 50 лет когда служил священником, имел опыт, как не считал, он мне, думаю, поможет. Я приезжал к нему на беседу, и однажды тоже ему говорю, так вот так вот, говорю, у меня куча вопросов, и вот всякие сомнения меня берут очень серьезные, а правильно ли мы делаем вообще, и правильно ли я вот служу. Вот. Он мне сказал очень простой рецепт. Сказал. Отец говорит, грамм 150 на ночь, и никаких вопросов. Знаете ли, это был хороший священник, но бытовой алкоголик, как потом выяснилось, то есть он не варялся под забором, то есть он порядочный человек такой, но как бы каждый вечер просто напивался, ну и я понял почему, потому что я думаю, я-то молодой глупый еще, он-то уже вот, уже старый человек, и видимо мои вопросы, он знал их еще лет 50 назад, эти вопросы. Просто пытается алкоголем отключить мозги. Я скажу так, почему наши русские священники в основном пьянствуют, бытовой алкоголизм процветает, трезвых священников немного, они есть, их немного, я не знаю, как у вас здесь, в Кемеровской области, я очень мало здесь плохо знаю ситуацию, но я знаю хорошую ситуацию за Московскую область, Рязанскую, Орловскую и Брянскую, вот за эти области я знаю точно. И 90% всех священников там в этих областях просто пьяницы, бытовой алкоголики, даже не пьянство, а именно бытовой алкоголизм, конкретный. Я не скажу за новых священников, но те, кто был до 26-го года, по крайней мере, это точно. На все эти области я знал лишь несколько священников, ну могу троих назвать точно, которые не пили. Но один из них уже не мог пить никак уже, и мы там все повырезали уже внутри. А два других были принципиальные, идейные, были трезвенники, но они были как белые вороны. Их поэтому с дурачков считали и в епархиях епископы, их пинали, и с глаз долой отцелали антарные приходы. И мне один благочинный так и сказал, ну-ка с тобой не сработали все. А почему? Я говорю, ну может я что-то не так делаю? Все правильно, но ты как не пьешь. А это что, ты не уживешься в епархии, значит ты будешь дурачком слушать, значит, в этой епархии. Того будут самые дальние приходы золотые камеры. И все. Вот, и я стал с ними выпивать, потому что приезжает благочинный, приезжает епископ, без водки Смирнов, Распутин тогда были популярные эти водки, в 90-е годы. Вот, никаких разговоров нельзя было. Я один раз вино поставил, на меня как на дурака посмотрели, значит, там, что, девчонки, что ли, вино поставил. Значит, и давай водку доставай. Пришлось послать бабушку за водкой. Благо староста там гнала самогонку не лучше Смирновского, не хуже Смирновского. По ценам специалистов, опять-таки. Значит, и скажу, что, вот, я говорю, это не чтобы осудить сейчас братьев. Я просто знаю того, кто может братьям этим моим помочь. Я знаю Иисуса Христа, который реально может дать помощь, реальную помощь. И выход надо искать не как страус, пряча голову в песок. А я вот сравниваю пьянство священников именно вот с этим. С попыткой просто уйти от действительности. Просто мозги отключить и поменьше думать. Но наша работа даже, священников, такая, что ты неизбежно будешь думать вообще. Ты неизбежно будешь задумываться о многих вещах, о духовных вещах. Это как в Советском Союзе, допустим, быть художником, допустим, или композитором. Нам говорили о материалистическом сознании, но все равно любой творческий человек и в те времена Союза понимал, что атеизм это глупость вообще. Как Достоевский писал, абсолютным атеистом может быть либо абсолютно идиот, или абсолютно негодяй. Вот только две категории граждан могут быть абсолютными атеистами вообще. Любой нормальный, хому сапиенс, он все равно во что-то верит. Он не может не верить вообще. Это мой товарищ, когда он воевал, и в Афганистан, их как раз посылали, когда накануне вот этой операции там у них был один политработник, который проводил как раз именно по расписанию, как положено было, атеистической идеологии, как бы, значит, там, лекцию. Вот так, а так доказывал, что было нет, не было и не надо. А потом была такая мясорубка настоящая. С этого батальона осталось очень несколько человек. То есть, всех простреляли, всех там побили, значит, там, ребята остались перепуганные, значит, и вот несколько офицеров, и с трех, с двух сторон горы, сзади там эти враги, душманы, впереди минное поле. Все, тупик. И этот старый политработник, этот, да, значит, офицер, они, молодежь, это солдат, они смотрят на него в шоке. Он, кто недавно доказывал им, что Бога нет, стоит перед полем мином, крестится, на небо и крестится, и пошел по полю. Представляете, и они за ним, вот так вот шли. И слава Богу, ну, чудо совершилось, они все вышли, не взорвались, прошли. Хотя там, там были разные мины, и сами же минировали, что, ну, в принципе, не надо, так другая модель даже сработать, в принципе. Вот, но они прошли, то чудо Божье было. Но нельзя говорить, вот что-то веже в творящих делах, на тебе. Это было бы невежество. Это вот, что Бог делает. Когда вообще тяжело, когда мы, вот, в тесных обстоятельствах страдаем, или что-то еще такое происходит, мы очень часто, ну, реально к Богу взываем, и Бог отвечает. Слава Иисусу. Но, невежественные люди, конечно же, непросвещенные Словом Божьем, начинают потом славить кого-то еще. Как вот, Бог говорит, через Осию, к Израилю, тогда уже отступничеством, к сожалению, и Бог призывал покаяться евреев, и Бог говорил такие слова через пророку Осию. Я спасал их, евреев, а они ложь говорили на меня. Представляете? То есть, он спасал, а они славу приписывали этим богам, всяким. Они там истуканам приписывали славу, спасение своего, допустим. Вот это невежество такое. И, ну, так очень часто происходит, к сожалению. и настоящее чудо от Бога, оно имеет такую очень важную, такую, существенную такую сторону, да, оно проставляет Бога. И верующий человек, он должен понимать, настоящий христианин, что от Бога, от Отца Света, исходит всякое даяние благой и дар совершенный. Аминь. Хорошо, друзья, по поводу оккультизма и многих этих вещей страшных, в христианство, вы запомните, да, с начала пятого столетия пришло. Если кто-то вам будет говорить, вот, мол, иконы были в первых веках, христианство, не верьте этим демогомам. Это все болтовня. Это, грамотные люди не могут так поговорить вообще. Или только с фигой в кармане, с креющей пальцем, может быть. По-настоящему не могут так они говорить, грамотные люди. Потому что, нет ни одного, ни одного, уже сколько столетий, Искави так и ничего не нашли, никакого подтверждения. Наоборот, все то, что находят, подтверждает как раз обратное. Вот вам интересный пример. Кстати, примеры, как бы, за иконой. Якобы, вы слышали, наверное, что Иисус Христос сам якобы нарисовал свою икону первую. Он умылся перед художниками, которых прислал один, как бы, агаринский, арабский, правитель. И, значит, и вытерлся полотенчиком, и дал этим художникам. И они ахнули, вот это да, а там отобразилось лесо Иисуса Христа. Ну, это уж, это не то, чтобы из шахты вышел человек, знаете ли. Но, хотя у Иисуса работа была не из простых, конечно, но не шахтерской, явно. Ну, и, хорошо, лик отобразился, как мне, ну, так говорится, сверхъестественно отобразился. Хорошо. И якобы художники принесли к этому агаринскому царю, значит, тот был в очень большом, таком, ну, благодарности, как бы был. Он повесил у себя во дворце, и там это висело все, а потом решили снять, и глядь, там отобразилось. На стене прям. Повесили на столб, и на столбе отобразилось. То есть, куда бы не удивительная история повторялась, такая все отображалось. Ну, это сказка, конечно. На самом-то деле, первых семь столетий христиане ничего такого даже не слышали. В восьмом веке при дворце дамасского халифа Абдал Мереха первый визит сочинил такую рассказку, сказку. Это был Мансур некто, впоследствии известный как Иоанн из Дамаска, или Иоанн Дамаскин. Этот Мансур, сказочник, при котором гляднеют и оба братья Грима, и Ганс Андерсон, да и сама Шахилизада с тысячей ночью вообще отдыхает. Потому что то, что сочинил этот Мансур, он был первым визитом тогда, при дворце дамасского халифа. То есть, министр финансов и обороны два в одном. Такой твикс, такой, знаете ли, арабский. Значит, вот так вот, что он сочинил, он был еще, у него была третья ипостась, это сказочник. Притом, я скажу, наверное, вот эта ипостась, она затмила все остальное в его жизни. Потому что он закончил жизнь свою не в дворце халифа, а все-таки в келье монаха с прибором для этих летописей. То есть, он сочинял до конца своей дней много всяких рассказов. И вот, один из его шедевров, это тот самый шедевр, что якобы один арабский правитель в древности, во времена Иисуса арабские правители не могли посылать туда никого. Хорошо, даже если послали. Иисус не мог себя отобразить. Вообще, первые христиане знали об этом? Ничегошики не знали вообще. Даже близко. Хотя, значит, о времени Иисуса и о времени Первой Церкви и о времени первых трехстолетий описаны историками подробно. Наш христианский Геродот Евсевий Кесарийский. Евсевий Кесарийский, архиепископ Кесария Палестинская. Вот думаю, что пастор Сергей, наверное, завтра уже посмотрит Кесарию Палестинскую. Потому что обычно всем, кто приезжает туда, всем рекомендуют ну, одна из первых поездок или там, ну, это как раз поездка в Кесарию. Все, кто в Израиле бывает, все, кто там возит, всем показывают эти развалины Кесария древние. Вот там, в этом городе, был архиепископом Евсевий. Он был нашим христианским Геродотом, отец истории христианства. Он жил в конце третьего, начало четвертого столетия. И он описал историю христианства, начиная от последней главы книги Деяний Апостолов и до современных ему событий. То есть, и назвал ее церковной историей. В основном, он писал, конечно, о восточном христианстве, то есть, о том, что он больше знал. Он застал эпоху гонений, то есть, он многие вещи как бы писал со слов мучеников и исповедников, которые сами кое-что прошли в своей жизни, застали диоклетиановские гонения, очень жесткие такие. Так вот, и Евсений, описывая историю, ничегошеньки не упоминает даже о том, что был какой-то портрет, какие-то изображения христа. Наоборот, отвергает это. Почему отвергает? Потому что родная сестра Константина, она была замужем за этим восточным императором Ликини. Так вот, ее звали Констанция, Константин и Констанция, брат и сестра. Так вот, Констанция была замужем за Ликинием, и она писала письма с Константинополя, ну, оттуда, с Востока, со столицы, писала письма этому Евсению Кисарийскому. Это было уже в то время, когда христианство уже к тому времени лет 30 примерно, ну, 20 точно, наверное, уже, было свободно. Уже сотни, уже тысячи храмов по всей Римской империи уже были построены. христианство было легальной религией, государственной религией. Получала государственные деньги, пострадавшие от репрессий получали вознаграждения, компенсации какие-то и прочее, прочее, прочее. Так вот, и смущало императрицу, знаете ли что, эту царицу молодую, смущало то, что в тысячи храмов по всей империи, ни на востоке, ни на западе, нигде нет ни одного изображения Иисуса. Ее это смущало. И она задалась целью узнать, может быть, где-то сохранялись какие-то древние изображения Иисуса, может где-то какое-то хотя бы портретное описание есть Иисуса, чтобы как фоторобот составить, знаете, по свидетелям, со слов свидетелей, как выглядел примерно такой-то подозреваемый, как выглядел Иисус Христос, хотя бы, чтобы по этому фотороботу как бы восстановить образ Иисуса. Хорошо. Но кого бы она не спрашивала, все говорили, нет, извините, даже не слышали о таком вообще. Умные люди им порекомендовали и все веки Савистского. Сказали, он грамотный архиепископ, он собирает информацию о всем христианстве за первых, ну, за все это, за все три столетия. К нему стекалась ручья информация. Люди привозили какие-то там свидетельства, люди рассказывали о том, что было там в прошлых столетиях. Говорили о своих отцах, о своих там дедах, о своих прадедах. И со слов он записывал очень много свидетельств. Так вот, и говорили, уж если это есть где-то, то у Евсевии обязательно информация будет. И поэтому царица написала письмо самому Евсевию, чтобы он тщательно это все исследовал и узнал, есть ли где-то, или было ли где-то в веках, прошлых, вот этих трех столетиях, изображение Иисуса. И Евсевий эту тему исследовал, он написал письмо, пространное письмо, переписка Евсевия Кесарийского сохранилась полностью, фактически. На английском языке она есть бесцензурная, полная версия, на сайтах некоторых выложена, в частности, электронная библиотека Конгресса США предоставляет полную информацию, там, значит, есть для скачки на греческом, на латинском и на, ну, английский вариант перевода всех этих писем, полностью переписка Евсевия Кесарийского на английском языке. На русском есть очень немного переведенные имена в учебниках, книгах, что содержится. Из русских ученых, допустим, профессор Постов, Михаил Постов, это профессор кафедры истории христианства, еще при Сарской России, потом из эмигрантов он скончался уже в изгнании, где-то в Белграде, или в Софии, я не помню, где-то там, значит, на Балканах. И еще до Второй мировой войны скончался. Так вот, и профессор Постов, он как раз переводил некоторые письма на русский язык. И у себя в истории христианской церкви он приводит пример. В Бельгии была опубликована ему эта работа «История христианской церкви». И, в общем-то, сегодня в России было несколько раз переиздание этой книги, поэтому она доступна для русских читателей сегодня. Но полной переписки это не издано до сих пор, к сожалению. Но по письму, переведенному профессором Постов, мы знаем следующее, что Евсений Кесарийский, отвечая императрице, написал письма, сохраниваясь, оригинальные. То есть, это уникальные документы, говорящие о той эпохе, по которым историки могут знать ту эпоху. Так вот, Евсений Кесарийский пишет, что он тщательно исследовал вопрос, проспросил сотни разных служителей, старых, молодых служителей с разных сторон империи. И пришел к однозначному выводу, никаких изображений Христа не только сейчас нет, но и не было за все века христианства. Ну, тогда было только лишь три века христианства. И дальше он написал, что по мнению его и мнению других епископов, если где-то и были такие изображения, или возможны, то это не христианский обычай, это какой-то сектантский обычай. О каких сектантах он пишет? Можно предполагать, что он писал о гностиках, потому что Ирине Лимонский как-то упоминает о карпократианах таких, гностиках, которые имели портреты Христа в своем пользовании. Что за портреты Христа? Это были изображения Пифагора, изображения Аристотеля, изображения Сократа, которых считали Христами, карпократиане. Они называли их Христами. Считали Иисуса из Назарета одним из многих воплощений Логоса. То есть, ладно, не будем сказать мозги, скажу короче, что это сектанты, это не христиане. Если и были изображения Христа, то это не были изображения Иисуса, а были Сократа Христа, Пифагора Христа, Аристотеля Христа и самого Карпократа Христа. Потому что сам Карпократ считал себя ни много, ни мало, но следующим после Иисуса воплощением Логоса. Он не умер от скромности, конечно, мы понимаем. Но, знаете ли, человеков везде хватает, и в любую эпоху можно найти. Но, слава Богу, что христиане были от этого зла свободны. Кстати, не только Евсений Кесарийский дал такой ответ. Кстати, когда он дал ответ такой, Констанция была вынуждена разочаровать художников, которые уже были вот наготовы, только дай им описание, какие глаза, какой рост, какие там волосы, они бы порисовали бы. Потому что Евсений написал, что он, расспрашивая старых верующих, однозначно столкнулся с такой проблемой, что никто из них не сохранял информацию об Иисусе Христе. Какие его были глаза, рост, волосы, оказывается, атрофировано было всякое желание у христиан первых столетий интересоваться Христом по плоти. Потому что они знали Христа в духе, зачем им Христос по плоти. Но, знаете ли, свекровь ее не унялась. Если Констанция, она как-то успокоилась после этого ответа, то ее свекровь не угомонилась. Царица Елена, мама Константина, ой, свекровь, извиняюсь, ее мать, ее мать, я очень извиняюсь, исторически ошибку совершила. Хорошо, что история не пишется по моим словам. Так вот, хотя там дыма без огня не было, кстати, я не зря оговорился, там была такая родственная связь, блуд, одним словом, такой родственный. Но это уже отдельная история. И скажу, что, кстати, сама Елена тоже, она была в блуде, конкретно в блуде, значит, она, ну, как это называется? Мы сейчас называем это шведской семьей. Короче, тогда называли римской семьей, римской семьей, в принципе. Но это общество не осуждало такие браки, как бы, когда там, там, непонятно кто с кем и как. Значит, и это называлось римской семьей. В принципе, это как бы, по тем временам, это было нормально. Но для христианства это было, конечно, ненормально. Христиане гнушались такими римскими браками, вот, обменами женами там и прочее, что в Риме практиковалось. Но сама Елена жила в блуде, конкретно в блуде. И те два епископа, что обличили ее прилюдно, потому что она приходила в храм христианский, церковь христианский и пыталась там вести даже что-то не собрание. Они заявили, вы что, она императрица, да, она живет, когда в блуде, она не христианка даже. Сегодня ее называют равноапостольной. Сегодня, вот это да, хай бог мы его от таких апостолов. Вот, и, но, и сына, константин, туда же, тоже нарядили в апостолы. Вообще, это скоморохи, а не апостолы. Знаете, вот, нельзя их делать апостолами, потому что, ну, как сказать, это и не христианство и даже не около христианства. Это откровенное язычество, которое, ну, рябилось какое-то время в христианской одежке. И все. За самого Константина скажу следующую информацию. Я не буду там много, потому что у нас мало времени уже. Но я скажу, что сам Константин, он до самого своей смерти так и не принял христианство. Как ни странно, да? Он так и не принял даже формального крещения. Значит, потому что он боялся потерять, ну, как сказать, покровительство своих богов, там, Зевса, там, прочих своих богов этих, значит, Дмитры. И за три дня до смерти, или пять дней до смерти, я не помню сейчас точно, но за несколько дней до смерти, когда он был еще в уме, еще и с посторонней помощью мог передвигаться, еще не впал он в такое забытье, то последней его просьбой, именно когда он был еще в уме, и когда он мог передвигаться, это была просьба не креститься, не покаяться, это была просьба принести жертвы Зевсу и Митре кровавое приношение. И его поддерживали, значит, его товарищи, его соратники поддерживали, он еле передвигался, уже он был очень болен, все тело у него просто-напросто, ну, одним столом. Описание очень похоже на умирающего от спида, значит, очень подробное описание, врачи, порой даже удивляются, откуда такие были заболевания в древности. То есть, человек просто высыпался весь. Значит, и с посторонней помощью, с большими болями, он мог передвигаться, и его просто принесли в храм Зевса и храм Митры, и в присутствии его принесли этим богам жертвы. Но он надеялся на исцеление, принимал ванны римские, это очень страшное зрелище, когда убивали рабов, их крови наполняли ванну и туда пускали тело императора, чтобы он как бы получил как бы спасение, что ли, исцеление. Но даже такое радикальное средство не помогало ему. И в конце концов, значит, он впал в забытье и уже не выходил из этого беспамятства и скончался. Вот и все его. Но вы скажите, где же есть христианство? Дело в том, что после смерти некоторые придворные объявили, что якобы он в последнюю секунду принял крещение. Без свидетелей, якобы его крестил уже в состоянии бессознания, но по его последней просьбе предсмертной бессознания крестил его один придворный епископ, арианский епископ. Ариане это такая секта, в христианстве она была тогда тоже эта секта, наподобие свидетелей Бога, вот наподобие, нечто подобное. То есть это как бы христианство или христианство я не пойму что. Вроде бы христианство чаще всего и не христианство, даже антихристианство. То есть вот ариане, их называют христианами порой, но очень трудно их называть христианами, знаете ли, потому что они Иисуса Христа Богом не называли, вообще Господом не называли. Они избегали такие даже формулировки Господь, Бог, Спаситель, они считали, что нужно молиться только лишь Отцу, а Иисус, Он поскольку-поскольку, то есть Он не Бог для них. Понимаете ли, вот и поэтому вот якобы такой придворный, арианский такой епископ, он крестил уже в бессознательном состоянии вот этого, значит, престарелого императора и якобы объяснило тем, что вот стих из Писания, крестящийся для мертвых, вот как бы он крестился уже, все уже, будучи в таком мертвом состоянии, как бы, господа. И сегодня из них пытаются сделать вот эти, и делают из них, равно апостольных, значит, Константина и Елену, значит, ну, один другого стоит. Елена, она еще та была императрица, кроме ее блуда общеизвестного, о которой она не стеснялась, то есть другие, может, там прятали что-то, но она все там на показ и, ну, как сказать, демонстративно жила перед всем Римом в таком блуде. И, значит, больше того, именно Елена, она организовала первую церковную экспедицию в Израиль, археологическую, слава Богу, пастор Сергий поехал туда нормально, да, он поехал мне искать там личные вещи Иисуса Христа, там, апостолов, чего-то еще. Но Елена отправилась туда, в Израиль, именно найти, якобы, крест, на котором раскаяли Иисуса Христа, значит, там все вот вещи, связанные с жизнью Иисуса. Нашли кучу вещей. Нашли крест, на котором раскаяли, якобы, Иисуса. Ха, ладно. Значит, проехали. Там много всего остального. Молоток, гвозди, которые мы распинали Иисуса, терновый ленец, даже обрезание Иисуса нашли. Ну, обрезки, в смысле. Якобы, значит, там один еврей выдал, значит, все это, значит, там, да, под кутками. Видимо, там дополнительные обрезания сделали еще. И, кстати, потом это все такое пропало, значит, потом крестомосцы нашли снова это все и привезли в Европу, одному там безумному Кертику, там, за замок подарил, по-моему, да, все, заплатил замок там своим, за это обрезание Иисуса. А сейчас оно все в Риме, в Ватикане поставляется для поклонения. Вот, и один там украинский бизнесмен рассказывал, он бывший грекатолик, теперь он евангельский христианин, рассказывает, что, значит, что, когда водили, везде показывали, значит, все, он, всему он поклонялся. Иисуса, ну, хотя страх брал порой, говорит, вот иду, и там целая, как пункт камера, ребра таких-то святых, позвоночники таких-то святых, черепа таких-то святых, идешь, просто, ну, как в ночь, иди, выдаешься. И в конце, в ларце, ха, написано, обрезание Иисуса. И, говорит, у меня что-то это, знаете, он почувствовал, что лапша с его ушей падает уже, она сыпется. И он спросил этого батюшку, все равно, я говорю, ну, а как это объяснить вообще, я должен поклоняться, что ли? Вот, а он сказал, ну, это вопрос веры. Он понял, дурит нашего брата. И, слава Богу, вернулся, когда в Киев, он, значит, слава Богу, он, ну, покаялся в этих вещах, нашел нормальных христиан, которые Библию читают, которых не заманившим такими вещами, ребрами всякими святых, там, значит, там, в храм. И, слава Богу, покаялся. Потом следили, сказал, об этом всем. Кстати, в Риме у нас есть там домашние группы сейчас. В этом году в 19-м церковь начинаем там. В основном она состоит из Румынии, которые покаялись там уже, в самой Италии. И лидером там является бывший традиционный священник, который сейчас уже, ну, является нашим служителем, слава Богу. Так что послание к Риму, это можно скоро будет писать уже. Новое послание. Так, господа, и скажу, что из истории христианства, из истории церкви, очень много примеров здесь. И не хочется так вот этих голоком по Европам, но придется где-то. Вот у нас скоро выборы, да? Выбираем в Думу. Я не знаю, кто за кого голосует там. Кто за партию жуликов и разбойников там, или кто-то хороших разбойников там, непонятно. Но именно 4-го числа еще праздник, введение во храм Богородицы, кстати. Вот по поводу этого праздника надо разобрать вопрос. Потому что, я думаю, это действительно в нашем мире тоже очень важно. Потому что многие православные, если и вопросы пишут, не задают, в основном по этому празднику. Потому что многих цепляет то, что я рассказываю, это все. И некоторые священники, вот в личных беседах обычно говорят так, что, ну да, как бы, в принципе, да, это ложный праздник. Но, а что делать? Священники как говорят лично? Что, ни мы придумали, ни нам это отменять. То есть, как бы, значит, ну это не сейчас пришло, это не сейчас уйдет, как бы. Вот, и что делать? Я считаю, что пришло время каяться. Пришло время освобождаться. И освобождаться очень серьезно от вот именно этого багажа средневекового, прошлого нашего. В средние века наделась такая легенда. Вот она сейчас приорит легенда о Марии. Это как бы, как сериал такой. Просто Мария. Но это, вернее, сериал не просто Мария, вернее, не просто Мария, наверное, всячески так. Не просто Мария. И вот, значит, и якобы, якобы, Мария, когда она родилась, перед тем, перед ее рождением, родители ее, не сговариваясь, одно и то же пообещали. Богу отдать то, что родится, как бы. Значит, если мальчик будет там где-то там в служении, то девочка тоже где-то будет там при храме. И вот, значит, родилась девочка, назвали ее Маша, да, Мария. И вот, и... Так вот, отправили ее в храм. И было всего-то там ничего, 3-4 готика, совсем еще девчушка. И вот ее приняли к храму, и вышел главный батюшка, патриарх как бы вышел, старший священник. Он посмотрел и как бы прозрел. Он увидел не просто маленькую девочку, он как бы предугадал, что там матери Лисии как бы. И он взял ее за ручку, и девочка, я тебе Кошель покажу, сейчас тебе весь храм покажу. Завел ее в храм, сам якобы, куда не могла она реально попасть. Потом завел ее во святое святых Иерусалимского храма, представляете, сколько? Вот это да. И якобы, вот по древней версии, он вышел без девочки уже. Сказали, а где же девочка? Она стала жить там после того, смотри, убога. Интересно. Да, родители как-то приняли это все на веру, ушли домой. И как бы девочка якобы жила там до 14 лет. Никто ее больше не видел, кроме патриарха, который раз в году заходил туда в основу и святых Иерусалимского храма. Вот, по другой версии, более новой. Эту версию я рассказал, такую допетровскую версию. После Петра Первого версия была другая уже, более современная, такая продвинутая. Ну, еще более фантастичная. Что якобы, в тот же самый день, первый священник вывел девочку из святого и святых, поселили ее при храме. И якобы она, Мария, не просто Мария, да, она ходила каждый Божий день, ходила молиться во святой и святых Иерусалимского храма. Каждый день ходила туда молиться во святой и святых. Представляете? Слава Богу, здесь в зале нет ортодоксальных иудеев, и вы сейчас переместились бы со скугу. А чем это вы христиане, если раздругольствуетесь? Но скажу, даже не надо быть ортодоксальным иудеем, чтобы понять, что это ложь. Просто большой ремень глюзный кидалоба. Вот почему это все до наших дней дошло? Чаще всего, знаете, как говорил один из православных реформаторов, митрополит Александр Вененский, еще 80 лет назад в Москве, он говорил так, что вся беда у нас в том, говорит, что большинство наших священников живет по принципу, до нас положено или же оно в веке веков. Вот, к сожалению, и сегодня, а в ОСС и ныне там. И когда на радио Свобода один из священников православных в прямом радиоинтервью, он сказал, что это, конечно же, ложный праздник, просто-напросто, он культурно сохранился до наших дней, то его там чуть анафми не передали за это все, значит, и пришлось ему слова забирать обратно, потом извиняться перед православной церковью. Дело в том, что бояться вопросов поднимать, мне это может быть проще в чем-то, потому что я вышел уже из этой системы. Если бы я был бы частью системы, конечно, то я бы, я не знаю, как я жил бы. Некоторые священники мне говорили, ну и что, ну, мы тоже, там, мощь и природа, там, в епархии, допустим, тоже, ну, целуем, ну, с фигой в кармане целуем, значит, как бы. Вот, значит, и как Галилеу Галилеи, там, значит, а все-таки она вертится, как бы, значит, там, или что-то еще так. Знаете ли, но, а некоторые философы такие, священники, значит, говорили мне, и говорят порой, ну, мы тоже реформаторы, но не до такой же степени. Да, это как тот добрый англичанин, да, который жалел собачку и жалел ей сразу хвост отрубить, он по сантиметру в ней резлый. Вот, ну, а вообще, сэртопольный такой, да, Джон из Уэллса. Ну, да, значит, что скажу. Вообще-то, вот эти священники меня удивляют порой. У них такая вера, непонятная вообще, откуда она такая, фантастичная. Значит, эти священники хорошие, порядочные люди, они мне говорят так обычно. Не один, не два, особенно в Москве, вот такие умники собрались. И в Петербурге тоже такие есть умники. Они говорят мне, даже сейчас порой, когда общаемся, бывает, так вот, в Старохраде иудейского обычно идет там на частной территории, так, без свидетелей. Вот, общаемся, они говорят, ну, говорят, ну, лет там через сто, двести, лет через пятьсот, вот, церковь, она сама собой постепенно так вивает, так вырулит. И, ну, такая эволюционная реформация произойдет такая, понимаете, постепенно. И вот лет через пятьсот православие будет очень здорово, будет и в Ангелии звучать, и вообще люди будут спасаться, и прочее. Я так подумал, думаю, а что мне с тобой, что будет через сто, через пятьсот лет? Бог не спросит меня за то, что будет тогда. Знаете ли, я не могу смотреть, как сегодня грешники идут в ад, погибают, и тешат себя верой в то, что лет через сто, двести, пятьсот. Вот, постепенно церковь, она изменится, эволюционирует, как бы, значит, там, в евангельское русло. Если бы Людер так вымышлял бы, сидя там у себя в Виттенберге, сказал бы, а, у меня это заполустье немецкое, тысячи лет никто мне вообще и не вспомнит про этот Виттенберг. Значит, это Рим, там, вот там, пусть они там решают все. Вот церковь эволюционирует, вот, или через пятьсот, там, прекратят. Ведьм сжигает на кострах инквизиции, вот, постепенно там, Европа. А моется немытая Европа. Потому что тогда реформация, в отличие от просто пробуждения, да, реформация, она затрагивает все слои общества вообще. Когда реформация, всем хорошо, не только верующим. Когда пробуждение, обычно только верующим хорошо. Когда реформация, то всем хорошо. Потому что реформация затрагивает все сферы общества, все сферы деятельности человеческой. И когда реформация произошла, значит, то в Европе канализация опять появилась, значит, водопроводы, ну, они и раньше были водопроводы, но канализация появилась, значит, люди стали мыться чаще. А раньше, как говорили, что часто моется, тут кому лень почесаться, да? Не, ну, серьезно, были распоряжения епископов, такие распоряжения епископов, которые, допустим, испанские, продугальские епископы, французские писали, епископы, такие письма к своей пастве, в которых они повелевали мыться не чаще, полным омывением всего тела, не чаще, чем раз в полгода. Вот, представляете, ну, то есть, если, как бы, еретиков сразу было легко вычислить, что-то пахнет здесь ересью. Да, слишком уж брат чистый. В принципе, хрестоносцы погибали чаще не от арабских сапель, а от дизентерии, потому что демонстрировали свое христианство, значит, и ели неумытыми руками, как будто бы в этом и есть христианство. А потому что, если хрестоносец, он помыл руки перед едой, допустим, да, и это вычислили другие братья, то его могли сдать. И могли заняться компетентные товарищи из доминиканского ордена инквизиции. И в подвалах монастыря под Путкиным он должен был сознаться, почему у него такое вдруг чистое, знаете ли, откуда он охватался такого. От евреев ли, от мусульман ли, или вообще там, от каких-то, может, там, еще, там, братьев, там, еретиков. Потому что нормальный какой-то, я сниму этими руками. Вот как бы, и, там, сохранилось письмо одного, там, принца, своей прекрасной принцессе, будущей королеве. Он пишет, там, дорогая, не мойся, еще, потерпи, еще пару месяцев, не мойся, я скоро приеду уже. А бедная и так терпила, сколько не было уже. Еще прочно два месяца не помыться. Вот такая была Европа. Значит, люди забыли, что это канализация. Нормально было, считалось, в Европе, в городе, в том же самом Париже, в том же самом, да, взять вот этот ночной горшок, выливать прямо вот на улицу. И обычно даже не смотрели там, значит, на тебя, так, на кого бы пошли. Поэтому даже если жаркий день был, то ты ходил в большой шляпе, я люблю шляпы, но тогда шляпа была еще не проста, не спроста. Или капюшон, говорю, на себя. И бежал ты на работу короткими перебежками, потому что с любого к нам могло на тебя что-то упасть. Да, вот такая была Европа. Значит, почему? Потому что христианство, вот, уродовало, такое уродливое христианство уродовало всю Европу. Ну, когда началась информация, один, значит, там, батюшку возмущался, а, мол, протестанты? А я говорю, батюшка, вы унитазом пользуетесь? Так, говорит, спасибо, скажите, что протестанты вам его придумали вообще. Вот. И, значит, я рассказал ему историю о рождении унитаза. Он, ну, все.